Министр экологии и природных ресурсов Республики Таташтан встретился со студентами Казанского федерального университета. Всё больше и больше приходит к тому, что наши предприятия берут на работу уже как штатную единицу экологов. Исследования казанских учёных, как давление влияет на аморфные сплавы. Выяснилось, что данный материал является устойчивым, он сохраняет свои интересные перспективные свойства на большом интервале давления. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Илюза Шерифулина. В агентстве инвестиционного развития Республики Таташтан прошёл круглый стол на тему поддержки одарённых детей и молодёжи в науке, спорте, искусстве. В мероприятии принял участие проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишов. Задачи, которые есть у Республики, у Российской Федерации, и они очень созвучны задачам развития молодого человека, его интеграции в профессиональные сообщества и вообще воспитания. Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков провёл лекцию для студентов Института экологии и природопользования Казанского университета. На встрече со студентами Казанского университета Института экологии и природопользования Александр Шадриков рассказал об основных направлениях деятельности Министерства, будущем трудоустройстве студентов и особенностях взаимодействия с университетом. Все больше и больше приходим к тому, что наши предприятия берут на работу уже как штатную единицу экологов. Это не то, что требование, это необходимость на сегодняшний день. Лучше иметь штатного эколога, чем оплачивать штрафы, размещать у шербы. Встречи с будущими специалистами-экологами проводятся уже не в первый раз. Сейчас, по словам Александра Шадрикова, такие встречи стараются проводить почаще, чтобы увидеть заинтересованность студентов и пригласить их на работу в Министерство экологии и природных ресурсов. Отметим, что более 200 студентов в прошлом учебном году проходили практику в Министерстве, а некоторые остались там работать. У нас в нашем Министерстве есть такое наставничество. Мы не только встречаемся с студентами, тем, кто вновь устроился к нам на работу, мы с ними встречаемся, обсуждаем. Мы хотим, чтобы они нам свежим взглядом рассказали, что мы должны поменять. Нам всегда интересна наша креативная молодежь, любая здравая инициатива. Александр Шадриков отметил активное участие будущих экологов в мероприятиях по охране окружающей среды, а также пригласил их стать участниками конкурса научно-практических работ по экологии. Заявки на него Министерство принимает до 4 октября. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовала акция «Татарща диктант». Она направлена на привлечение внимания к татарскому языку и культуре, повышение интереса к владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. У нас в этом году три текста. Это для тех, кто пишет по республике Татарстан, по республике Татарстан, есть для иностранцев и для жителей Российской Федерации. И по сложности они, естественно, отличаются. Например, сегодня мы пишем диктант, который предназначен для республики Татарстан. Текст у нас отрывка произведения Гумара Баширова. Я не скажу, что текст сложный, но в то же время есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Ученые Казанского федерального университета исследовали влияние давления на аморфные металлические сплавы. О том, что это за исследование и к чему пришли ученые в нашем сюжете. С точки зрения физики, любая вещь, предметы, которые нас окружают, это материал. Физико-химические свойства любого материала определяются структурой и взаимодействием атомов и молекул. Для того, чтобы знать конкретно, как себя ведет материал в зависимости от тех или иных воздействий, ученые проводят соответствующие экспериментальные численные исследования. Сотрудники Института физики Казанского федерального университета изучили, как ведет себя такой перспективный материал, как сплав никеля и ниобия, в зависимости от внешнего давления. Выяснилось, что данный материал является устойчивым, он сохраняет свои интересные перспективные свойства на большом интервале давления. А данные свойства меняются кардинальным образом при некотором пороговом давлении, которое также нами было определено. Уникально в данном исследовании то, что большая часть результатов была получена именно на компьютере. Это был не реальный, а компьютерный симуляционный эксперимент. Ученые проводили моделирование, запускался определенный алгоритм, выполнялись определенные расчеты. Рассматривалась реакция этого сплава на самые разные давления, начиная от малых до сверхвысоких. Оказалось, что на большом интервале давления материал реагирует практически одинаковым образом. Но начиная с некоторого порогового значения, физические свойства данного материала меняются кардинальным образом. Почему же выбор ученых остановился именно на сплаве никеля и ниобия? Дело в том, что не все аморфно-металлические стекла хорошо удерживают аморфное состояние. В основном они трехкомпонентные, то есть состоят из трех и более компонентов. Там может быть никель-ниобий, медь, может быть алюминий, другие компоненты. А вот сплав никель-ниобия – это такой уникальный сплав, состоящий из двух компонент, которые хорошо удерживают именно аморфное состояние. Если говорить об аморфном состоянии, то при нем структура расположения атомов напоминает жидкость. То есть атомы располагаются хаотично, но физические свойства напоминают твердое тело. Например, оконное стекло имеет похожую структуру, свойства, но другой состав. Есть и другая причина, по которой выбрали именно сплав никеля и ниобия. Металлический сплав, он очень интересный в плане своих именно свойств, в плане применимости, потому что никель-ниобий, он обладает очень высокой твердостью, жесткостью, и поэтому сейчас очень востребован в тех областях, где именно нужны такие механические свойства. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Journal of Non-Crystalline Solid. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете состоялась встреча проректора по образовательной деятельности вуза Тимирхана Алишева с генеральным директором благотворительного фонда Владимира Потанина Оксаной Арачевой. Участниками встречи стали преподаватели вуза в Казани, получившие гранты фонда в 2021 году. В Музее истории Казанского университета состоялось открытие выставки «Оптимист». Экспозиция посвящена 110-летию со дня рождения академика Андрея Трофимука. Выставка «Оптимист» посвящена юбилею выпускника Казанского государственного университета Андрея Алексеевича Трофимука. Изначально выставка была студенческим проектом историков. Материалы экспозиции организаторы собирали при помощи музея истории КФУ, геологического музея имени Штукинберга, научной библиотеки имени Лобачевского и сибирского отделения Академии наук. Здесь собраны документы, оригиналы документов, фотографии очень интересные. Фотографии, которые описывают его жизнь. Сохранились фотографии, которые из его молодости, с тех времен, когда он начинал работать в Башкирии, занимался нефтью и газом. В день открытия выставки посетителям музея показали документальный фильм о герое выставки. Про начало его профессионального пути, учебу на геологическом факультете, работе в нефтегазовой отрасли. В 1929 году Трофимук поступает в учебное заведение. К этому времени он уже уверен в том, что будет геологом. Во время учебы Трофимук сразу начинает работать в научно-исследовательской лаборатории. После окончания Казанского университета в 1933 году Трофимук около 10 лет работал в Башкортостане. Объектом его исследований являлась нефтяная геология. Автором выставки является студент-историк Института международных отношений. По его словам, экспозиция является продолжением музейной студенческой практики. Почему оптимист? Вопрос очень частый. Оптимист потому, что Андрей Алексеевич, несмотря на все проблемы, несмотря на все какие-то сложности, трагедии, он всегда старался смотреть на вещи с позитивной стороны, всегда старался продолжать это дело, несмотря на то, что все уже отказывались от этого. Он продолжал развивать нефтедобычу в тех местах, где уже все от этих скважин отворачиваются. Это далеко не первое мероприятие в КФУ, посвященное Трофимуку. Например, в августе этого года у здания Института геологии и нефтегазовых технологий состоялся памятный митинг в честь юбилея академика. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казань Экспо завершает работу девятый международный форум «Россия – спортивная держава». С 2009 года он ежегодно объединяет более трех тысяч человек – олимпийских чемпионов, представителей частного бизнеса, экспертов спортивной индустрии и просто неравнодушных зрителей. Эстафету спортивных мероприятий примет национальный фестиваль «Мир спорта», который отправится со спортивной державы по десяти городам России. На этом все. В студии была Илюза Шерифулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова